Всем привет, ребят! С вами канал Алексей24, игра Корсары каждому своё. Сегодня мы будем проходить игру дальше. В предыдущей серии мы с вами прибыли на остров, искали своего непутевого братца, который пропал фиг пойми куда. Нас позже посадили в тюрьму в казематы за неудобные вопросы губернатора. Позже мы узнаем, что наш брат встрял настолько глубоко, что он задолжал Филиппу де Пуанси, генерал-губернатору французских колоний, миллион песо. Их, конечно, повесили на меня. Поговорив с братом, он мне сказал, что всё, братьев, хватит, покупаешь корабль. То есть ищешь деньги где-то ещё на корабль, помимо миллиона, покупаешь корабль. И вперёд с песней. Мы взяли квест вчера. Мы взяли квест, по-моему, девочка по вызову, да, я его уже зачитывал. В 11 часов, в принципе, нам надо его начать делать. А времени дофига, значит, что нам делать? Брать очередные следующие квесты. Я предлагаю первым делом взять квест «Складской работник». Он берётся в магазине. Сейчас подойдём к торговцу и с ним немного перетрём. Вот он, торговец. Шляпа с красной полоской. Ну что ж, давайте поторгуем. Вы хотели приобрести что-то в моём магазине? Я к вам по одному вопросу. Спрашивай, что хочешь. Послушайте, месье, я ищу работу. Не то, чтобы впадённым рабочим или грузчиком мешки из порта таскать, а выполнять какое-нибудь поручение. Скажем, вы не нуждаетесь в сторонней помощи? Поручение? Хм, пожалуй. У меня действительно будет для вас работа такого рода, как вы хотите. У меня пропал помощник, работающий на складе. Уже как неделю его нет. И это, чёрт возьми, крайне неприятно, потому что мне приходится делать за него ещё и его работу. А я совершенно не успеваю. Я прошу вас, разыщите этого болвана и выясните, какого лешего он забросил работу. А ещё лучше приведите его ко мне. За помощь я заплачу вам тысячу песо. Хорошо, я согласен. А как зовут вашего помощника? И опишите его внешность. Также, какие у вас соображения? Где его сейчас можно найти с наибольшей вероятностью? Зовут его Гивен Леуа. Как выглядит? Лет 35, вот, трудно носит усы и бороду. Обычно на нём длинный коричневый жилет и белая рубаха. И обязательно треуголка. Адмирал идакий, я крему в корму. Блин, я бы искал в другое место. Где может быть? Ну уж точно не в Сен-Пьере. Его нет в городе. Я уже все ноги сбил, искавший и расспросивший горожан. Так что можете тратить... Так что можете не тратить тут время понапрасну. А шляться за городом у меня нет ни времени, ни желания. Ясно, приступаю к поискам. Как только будет какой-либо результат, обязательно сообщу. Да, конечно, сообщишь. Куда ты денешься, Шара? Нам, в общем, найти этого надо, бедолагу. У меня вообще складывается такое впечатление, что чувак очень сильно забухал просто. И вот. Но не брякала эта работа. Я не помню, какие квесты можно еще взять. Вот складской работник. А, в таверне, в таверне. По-моему, в таверне я брал какой-то пиратский, что ли, или... Я не помню. Так, а где таверна вообще? Где таверна? Надо найти ее. В таверне был какой-то квест. Там надо было на лодке плавать. То ли контрабандисты, то ли чей, я не помню. Вам нигде не найти кухни лучше нашей. Какие вопросы? Месье, я ищу работу. Может, у вас есть какое-нибудь поручение, которое вы не смогли поручить мне? Поручение? Хм, вы выглядите сообразительным молодым человеком и можете вполне подойти. У меня есть одно дельце. Оно, на первый взгляд, несложное, но требует ответственности и, главное, наличие мозгов в черепной коробке. Потому что доверить переговоры этим болванам, значит, заранее обречь все на провал. Послушайте, расскажите, наконец, толком, что за дело, что вы хотите мне доверить. Клянусь, я не подведу. Но уж во всяком случае постараюсь. Хорошо, задача такова. Мне нужно доставить в мою таверну несколько ящиков элитного эмайского рома в обход портовых чиновников. Уж больно высокие поборы они накладывают на ввоз этого товара. А спрос на него среди моих лучших клиентов весьма-весьма велик. Сегодня вечером к берегам Мартиники в районе пляжа Ла Монтен подойдет судно Люгер под названием Призрак. Вам нужно будет найти это судно и подняться к нему на борт. Для этой цели в вашем распоряжении будет барка с пятью матросами на борту. Они будут везти лодку куда слажи. После того, как окажетесь на палубе, к вам подойдет человек, вам нужно будет сказать ему пароль. Если скажете неправильно или будете молчать, вас вышвырнут за борт и сделка не состоится, поэтому я не могу доверить это дело безмозглым тупицам, которые поплывут с вами. Повторите пароль. Старый Томас заждался пива. Отлично. Повторите его еще несколько раз, а лучше запишите где-нибудь отзыв на пароль «Выпей рома, моряк». После этого на баркас будут перегружены ящики с бутылками рома, которые нужно доставить в бухту пиратского поселения Ла Франсуа. Вас там встретят. Вот и все задачи. Из бухты Ла Франсуа до Сен-Пьера доберешься пешком. Вам баркас останется в бухте. Если вам еще не стало страшно и вы готовы выполнить это задание, то по завершению выплачу вам 5000 песо. Так, то есть вы предлагаете... А, с чего это вы решили, что мне должно стать страшно? Я сделаю, что вы говорите. Где баркас? Баркас будет у пирса, который ближе к верхи. Баркас будет у пирса, который ближе к верхи в 7 часов вечера. Не опаздывайте. До пляжа Ламонтен не менее 5-6 часов пути. А призрак будет ждать вас только до 5 утра. Да, и возьмите для облегчения поисков вот эту подзорную трубу. Она, конечно, дрянь-дрянью, но лучше, чем ничего. Пляж Ламонтен находится на северной... На северной оконечности острова. Так что выйдите из порта, держите курс на север. И не забудьте пароль. Я помню пароль. До встречи, Флориан. Старый Томас хочет пиво, что ли, или как-то? Старый Томас... Старый Томас... Блин, я забыл уже этот пароль. Значит так, с Класско работник мы взяли квест. Хозяин магазина Сен-Пьера просит найти у пропавшего работника по имени Гилл Луа. Награда назначена в размере 1000 песо. Искать нужно за пределами города, ибо в самом Сен-Пьере, по словам торговца, Гилл Манят. Но это и так понятно. Ром для бармена. Похоже, мне придется освоить ремесло контрабандиста. Сегодня к ночи у пляжа Ла Монтен на северной оконченности острова встанет на якорь люгер-призрак. Мне необходимо на баркасе добраться до этого люгера, подняться на палубу, сказать капитану пароль и получить несколько ящиков мутилированного дорогого Рома. Затем баркас нужно отвезти в бухту пиратского поселения Ле Франсуа. Если все пройдет успешно, то я получу за работу 5000 песо. В принципе, 5000 песо такая неплохая сумма. Семь вечера, он сказал. Семь вечера. До семи вечера, в принципе, времени, вагон и маленькая тележка. Мы сейчас, скорее всего, займемся... Прохождением еще одних квестов, разумеется. Так, что мне нужно? Что старый Томас хочет пиво, что ли? Старый Томас хочет пиво. Да блин, я, наверное, забуду эту фигню. В принципе, можно выполнить сейчас по-быстренькому складского работника. Да, я, скорее всего, так и сделаю. Мне нужно идти в поселение Ле Франсуа. Идем по Сильве. Налево. По левую сторону гнезду. О, какие-то придурки убегают. Эй, стойте. Ребята, меня подождите, я с вами хочу. Ребята, возьмите меня, елопалки. Эй, стой. Пропал. Не, вы видели, да? Призрак. Исчез. В пространстве? Елки-палки. Ребята, я алкоголь не употреблял. Я вам честное слово говорю. Так, а это, походу, употреблял. Эй, чувак, ты что, отдыхаешь, что ли? Мужик? Что с тобой? Мужик? Звезды вроде красивые. Так, никого нету. Никого. Надо щипануть его трупик. Опа-на. 560 песо. Личебное зелье. А, все, я вспомнил, что это значит. Вернемся в город, позже расскажу. А пока... Так, по-моему, мне в сторону трупа надо было бежать. Да, сюда. По поводу того, что мы нашли, пока ни слова никому. Пройдем в город, я поподробнее расскажу. Что это, как это и с чем это едят. Вот мы и пришли. Ну как, оно слева от нас, поселение Ле-Франсуа. Форт, посмотрите. Хотя, какой форт, обычный чистокол деревянный и ворота непонятные. Так, а мы что пришли-то? А, нам нужен складской работник, я уже начал забывать. Он в треуголке, ребят. Все вопросы к офицеру. Дайте дорогу, капитан, я тороплюсь. Да нет, ничего. Я вообще с тобой не разговаривал. Дорогу ему надо. Треуголка. Вы видите чувака в треуголке, нет? Я вот не вижу. Надо в таверну заглянуть. Чаще всего он вообще как бы здесь и сшивается. Но можно иногда найти его в магазине. Нет, нет, вы посмотрите. У мерзавца здесь нет. Так, тут вообще есть быстрый переход? Ага, хрен он тут был. Мне нужен, так, дом. Нет, дом, не надо. Кто такой? Да иди отсюда, это вообще мне не нужен ни хрена, блин. Так, это дом какой-то, я понял. Блин, где же у них магазин-то все-таки? Ребят, вы вообще... Кто такой? Извини, я обознался. Да я вообще с вами не разговариваю. Идите вы все знаете куда, далеко. Магазин. Вот я в магазине. Где этот чувак в треуголке? О, вот он. Смотрите, вылитый алкаш. Ну, почему алкаш? Потому что на работу не ходит. Обычно на работу не ходят либо бездельники, либо алкаши. Но бездельников на работу не берут. Ладно, ближе к сути. Удача всегда со мной. Если вы по поводу покупок, то это не ко мне. Добрый день. Я понимаю, вы Гелендлоуа? Да, это я. Чем обязан, месье? Вас разыскивает купица Сен-Пьера. Вы работали у него на складе. Ну и пусть сам себе разыскивает. Я ему ничего не должен. Он мне остался должен за две недели службы. Но я даже и не буду пытаться забрать у него эти деньги. Пусть подавится. Хм. Вы окончательно ушли от него, как я понимаю. Вы все правильно понимаете, сударь. Такого скряги, как мой бывший работодатель, свет не видывал. Я вот сейчас работаю здесь, и мои таланты оценены по достоинству. Я получаю вдвое больше прежнего. И премиальные, если приходится задержаться подольше. А этот скряга пусть попробует теперь отыскать мне замену. Не думаю, что у него это получится. Его жадность слишком хорошо известна жителям Сен-Пьера. И ни один дурак не перейдет к нему на службу. Все понятно. Больше мне, знаете, не нужно. Удачи, Гелин. Выходим. Слушайте, а я насчет бездельника, походу, погорячился. И причем прилично погорячился. Тут просто фишка такая, когда проходишь игру, он, как бы объяснить, он рандомно то в таверне торчит, то в магазине. Я чаще всего, когда пытался пройти этот квест, ну как, то игра зависит, то еще какая-нибудь фигня происходит. Не потому, что у меня не получалось. Я почему-то этого пьяницу находил всегда в таверне. Он там бухал и сказал, что типа он в пираты пошел и работать больше не хочет. А этот что-то, я же прям удивился. Нет, я знал, что в магазине его искать обязательно. Но то, что он будет работать на торговца, я не предполагал. Добраться бы быстрее до города. Бегать... Блин, а форт побежал. Бегать Мил уже осочертело по этой карте. Еще время, пятый час. Мы пока с вами все успеваем. На кораблик к 7 вечера, если я не ошибаюсь, надо будет потом этот глянуть. В 11 девочку привезти. По-моему, с этим кораблем мы ни хрена девочку не успеем привезти, потому что мы там до 3-х, что ли, ночи будем это выполнять. Там, ну, нереально иногда быстро с корабликом миссию выполнить. С корабликом это, имею в виду, миссия бармена-контрабандиста. Крестьяне, ремесленный... Так вы потом или не можете... Всякий найдет у меня товар по вкусу. Мы только что поднимали эту тему. Вы, вероятно, запамятовали. Ни хрена себе запамятовали, я тут на тебя работаю. Посмотрите на эти серьги, миссия. Я нашел их на теле убитого бандита в джунглях. Это явно работа хорошего ювелира, которой в этой глуши не могло бы быть. Можете что-нибудь сказать об этих серьгах? А что тут скажешь? Великолепные серьги. Я могу двать вам за них... Так, так... 4 тысячи песо. Больше вам нам вряд ли кто предложит. Согласны? Не-не-не-не-не, погоди-погоди, мужик. А вот, ребят, пришла пора мне ей уже расколоться и рассказать, что за... Там мартышка валялась посреди джунглей. Мы с нее сорвали серьги там. Деньги, помните, какие-то еще были. Ну вот, я сейчас посмотрю. Так, рубин мой. Серги из камней. Там всякая фигня. Так, это мое. Это мое. Ну вот, серьги из камней. Они же валялись, они же кому-то принадлежали. Мы сейчас чуть-чуть их не толкнули торговцу. Квест пока с классическим работником у нас отталкивается на второй план. Я знаю, их еще можно у любого лавочника, ростовщика продать. Но умнее будет пойти к губернатору. Ха, прикиньте, я такой сейчас с серьгами подхожу. А он у меня... Ага, ты их, сволочь, украл! Опять меня в каталажку посадит. Эх, ну что, кто не рискует, тот не пьет. И так, что привело вас ко мне, сударь? Вы что-то хотели, Шарль? У меня к вам один вопрос. Я слушаю вас. Что за вопрос? Месье, я нашел в джунглях труп бандита, убитого индейцами. На теле которого, среди прочего, были вот эти серьги. Явно привезенные из Европы. Может, они принадлежали кому-то из знатных граждан нашего города? Дайте поглядеть поближе. Ох, невероятно! Это просто невероятно, Шарль! Это серьги моей жены. Я их сам ей подарил когда-то перед отъездом из колонии. Они исчезли несколько месяцев назад при загадочных обстоятельствах. Я так и знал, что они были украдены. Шарль, я очень рад, что вы пришли прямо ко мне. Они стали сбывать эту дорогую мне вещь лавочником. Дебил ты! Я и так от лавочника иду. Он просто мне четыре штуки предложил. Мне показалось, что больше дашь. Я в долгу не останусь. Как я слышал, вы собираетесь приобрести корабль? Раз вы решили приобщиться к морскому делу, то вам, несомненно, потребуется карта нашего архипелага. Вот, возьмите ее. Я уверен, она не раз вам пригодится. Спасибо, ваша светлость. Не, нифига себе, я такое сейчас читаю. Вы там хотите морское дело познать, типа корабль съищите. Я думал, вон, забирай на верфи любой корабль. Ты же мне там эту, серьги принес. А, хрен там был. Какой мне корабль? Я вообще губы себе раскатал. Мне какую-то карту непонятную просто всучили. Ну, правильно, брат сказал, учи острова, чтобы ты отличал и то от другого. Чтоб отличал, в общем-то, острова. Я не помню, куда надо. В предметы вроде заходить. Снаряжение. А, вот она, дешевая карта. Берем. Мы находимся... А, не, стоп. Это Гвадалупа. Мы находимся на Мартинике вот здесь. Нам плыть сюда. Это что значит? Два дня плыть это? Ну, я не знаю, по игровому времени это дофига или нет. Блин, время пять доходит. Мы идем обратно в магазин. Нам квест-сквозку работник надо как-то продвигать. Кристианин, ремесленник или можно... Сегодня вы уже третий раз говорите о каком-то вопросе. Да это придурок, я на тебя работаю. Я выполнил твое поручение. Мне удалось отыскать Гейму Лавуа. Да? И как же он? Я нашел его в Ла Франсуа. Он больше не будет работать на вас. Он так и сказал. А также добавил еще много чего в ваш адрес. Вам интересно послушать, что именно? Нет, избавьте меня от этого. Вот незадача-то какая. И как же я теперь буду без помощника? Но имейте другого или это действительно такая проблема? Как мне сказал Гейм, это действительно непросто. А что он сказал, этот бездельник? Ну, допустим, что сейчас он явно не бездельничает. Сказал он, что никто во всем Семпьере не пойдет к вам на службу. Потому что вы недостаточно платите своим работникам. А, да, кстати, Оберс, у вас тысяча песо. Как вы и обещали. Да, пожалуйста, держите ваши деньги. Ха, я плачу мало? Конечно, теперь мне понятно, почему никого не могу нанять. Этот негодяй распустил по городу грязные слухи обо мне. Ну, что же мне делать? Я один не справлюсь. Мне нужно не спать ночами, чтобы сосчитать весь товар. Еще постоянно смотреть надо, чтобы никто ничего не стянул. Вместо того, чтобы торговать. После прошлой погрузки я не досчитался пяти бочонков Рома. Я уверен, что грузчики по ошибке прихватили их. Хе, чувак, да не по ошибке, они бухнуть хотели. Чего непонятного-то? Ну, я не знаю, что вам посоветовать. Ладно, всего доброго, мне пора. Стойте, я думал, вы сможете мне помочь. Раз вы сумели разыскать этого проходства, то вполне возможно, у вас получится. Интересно. И что же я сумею сделать, если в этом городе вам никто не верит? Я здесь человек новый и... Дайте мне сказать, месье, вы были в Ле-Франсуа. Я хочу попросить вас отправиться туда еще раз и постараться нанять работника мне на склад там. Быть может, в этом пиратском поселке Гиев еще не успел ославить мое имя. Работа несложная. Пересчитывать товар, поступающий на склад, и уходящий со склада. И следить, чтобы никто ничего лишнего не прихватил. Ну, может, иногда за прилавком постоять, пока меня нет. Но это за отдельную плату. Скажите, что я представляю жилье, комнату, в задней части магазина, с кроватью и мебелью. Жалование 500 песо в неделю. Месье, я собираюсь расширяться. У меня только-только начали налаживаться дела, и без помощи мне никак нельзя. Понимаете? Хм, попробовать можно. Хотя я не уверен, сколько вы мне заплатите за эту работу. Это будет зависеть от того, какого работника вы наймете. И чем более умелым он окажется, тем больше я заплачу за вашу услугу. Так будет справедливо. Соглашайтесь. А вам не кажется, что вы сейчас заставляете меня играть в темную? Откуда мне знать, как вы оцените работника? Вы любого можете охарактеризовать как плохого и месье. Я, конечно, в самом деле могу считаться скуповатым. Но бесчестным меня назвать никто не может. Если я сказал, что оплачу ваш труд согласно результату, значит так и будет. Поймите меня тоже. Ведь мне можете вы привести к какому-нибудь бродягу-бездельнику, который то, что... Не то, что, в общем, работать не станет. Он еще и ограбит меня ночью. Ладно, я согласен. Буду полагаться на ваше слово, Обер. Не стоит более терять время. Оно, как известно, деньги. Так, у нас... Что же там написали в судовом журнале? Журнал. Складский работник. Торговец просит найти для него нового помощника в магазин. Поскольку в Сен-Пьере на службу к нему никто не хочет идти, следует поискать желающих в Ле-Франсуа. Если я найду подходящего кандидата, то мои услуги будут хорошо оплачены. Ну что, ребят? Обратно возвращаемся, откуда пришли. То есть обратно, где вот этого бедолагу мы выцепили. О, гадалка. Кстати, она гадать может. И навыки прокачиваются. А там, по-моему, удача, что ли, качается после ее гадания. Ладно. Путь Ле-Франсуа. Решил я сделать быстрый переход, чтобы вас не утомлять. Итак, я в Лап. Я в Ле-Франсуа. Для тех, кто еще не понял, возможно, такие имеются. Ле-Франсуа – это то место, куда я бежал по карте, когда искал складского работника вот в этом магазине, где мы его нашли. Это так, немножечко ссылочка из прошлого. Мне надо идти в первом делу сейчас в таверну. Ну, кому подойти? У кого можно спросить? Кого можно взять на работу? Вот этого, что ли? Да ну, он какой-то непонятный. Вот этих пьянчуг взять на работу? Да мне много не заплатят за них. Или вот этого урода? Да нет, ребята. Мне ни за одного из них никто нормально не заплатит. Поэтому обращаемся к светилу этого заведения. Бармен? Что угодно, месье? Я надеюсь, ты сможешь ответить мне на пару вопросов. Какие вопросы? Послушай, Чезаре, я к тебе по одному необычному делу. Мне нужно найти человека, который хотел быть тихой, спокойной жизнью на берегу в качестве помощника торговца в магазине Сен-Пьера. Жалоба нехорошая и крыша на голову обеспечена. Не можешь посоветовать, к кому обратиться? Есть тут у нас несколько человек, желающих сменить профессию моряка на жизнь сухопутной крысы. Я могу помочь тебе, но сразу говорю, не бесплатно. Эх, и сколько же ты хочешь? Тысячу песо, и тебе вообще ничего не придется делать. Через час желающие наняться на работу будут у меня в таверне. И не один. Сможешь поговорить с ними и выбрать, кто приглянется больше других. Эх, ладно, держи тысячу. Не переживай ты так, приятель. Половина этой суммы вернется к тебе от кандидата. Я скажу, что такова оплата твоих услуг. Больше пятисот потребовать не получится. Заходи в мою таверну через час. К этому времени я уже приглашу нужных тебе людей. Хорошо, я вернусь через час, Чезаре. Сваливай его отсюда. Я вот не пойму, а им не проще резюме мне составить, послать, а я уже сидел бы и выбирал. Но какое нафиг резюме? На Карибах, да еще в те времена. Вот какой 1654-й. Бумага-то хоть была изобретена, нет? Да была, куда она делась. Надо промотать время. Не мешало бы мне, конечно же, отдохнуть. 12 часов, но это дохрена. Мне нужен час. Да блин, да не сутки. А, ну вот, по-моему, час. И около того. Прошел один час. Иди своей дорогой. Да, о, господи, какая рожа, я аж допугался. Дайте дорогу, капитан, я тороплюсь. Ты мне пофиг, иди куда хочешь. Ой, сейчас меня зафигачат. Ничто не на ту кнопочку нажал. Ну, ничего, ребята, это бывает. Вот они заходят. Наши претендентики. Ну что, начнем с самого первого. Кто ты такой? А это еще что за каракатица? Приветствую, сударь. Позвольте мне немного рассказать о себе. Я слушаю вас внимательно. Я был мелким торговцем, потом разорился и пошел в море служить казначей на торговом судне. Волей судьбы оказался в этом поселке. Жизнь моряка мне не по душе. Я бы с радостью принял ваше предложение. Я готов прибавить к 500 PS вот этот увесистый мешочек с янтарем. Понятно, я подумаю над тем, что вы сказали. Ты кто такой? Удача всегда со мной. Доброго здоровья, уважаемый господин. Ведь это вы принимаете на работу купцу? Да, что вы можете рассказать о себе? Я работал служащим на торговом судне в порту Глэсгоу. Желание разбогатеть привело меня на Карибы. И мне удалось собрать немного денег, чтобы встретить старость не в нищете. Но я устал от морских походов. Я хотел бы спокойной жизни на берегу, вблизи моря. За это место я в придачу к 500 PS добавлю вам еще 5 раз по 500. Так, 5 на 5 25. 2,5 тысячи. Ясно, я приму это к сведению. То есть 3 тысячи у меня PS будет вот за вот этого толстячка. Ты кто? Удача всегда со мной. Здравствуйте, месье. Я не хочу показаться нескромным, но уверен, что моя кандидатура вполне подойдет. Добрый день. И почему это так вы считаете? Потому что я служил у самого Франциска Дюбуа. Квартир-мейстером. И Франциск был весьма доволен. А с морем мне пришлось расстаться из-за ранения. Я долго лечился, выздоровел. Но одно упоминание о качке повергает меня в уныние. Нет, я хочу обосноваться на твердой земле. А еще потому, что если вы порекомендуете меня, то я заплачу, кроме 500 песо, 25 золотых дублонов. Ну как? Хорошо, я подумаю. Что-то какой-то он выгибной. Раз ты был квартетмейстером, нафига ты обратно к нему не уйдешь? В общем, я выбираю чувака с янтарем. Не знаю, кого бы вы из них выбрали, но, по-моему, он самый выгодный для меня. Мне же нужны бабки. Это еще что за каракатица? Я принял решение в вашу пользу. Собирайтесь, отправляемся в Сен-Пьер. Короче, чувак, пошли. Надо быстрее сдавать этот квест, приводить работника, и пускай торговец нас быстрее уже озолотит. Итак, вперед, в Сен-Пьер. Ребят, опять очередной для вас быстрый переход, чтобы сильно вас не утомлять. Пока бежал я по джунглям, но вы это не увидите. 18.45. Заметили? У нас скоро миссия с корабликом начинается. Мне быстрее, быстрее надо сдавать вот этот квест. Где мой складской работник? Ты не отставай от меня, мне еще бабки за тебя получать. А это еще что за каракатица? Ну, как я понимаю, это и есть мое новое место работы. Спасибо, миссия, что вы выбрали именно меня за ваши 500 песо и дополнительные награды, как я и обещал. Благодарю. Сейчас посмотрю вас... Благодарю. Сейчас я представлю вас вашему работодателю, а потом уже все в ваших руках. Работодатель. Крестьянин, ремесленник, или может... Всякий найдет у меня товар по вкусу. Послушай, это магазин, здесь люди покупают чего-то, не отвлекай меня. Слышь, ты не оборзел, я на тебя все-таки работаю. Блин, ты как это не запомнишь? Вот ваш новый помощник, миссия, знакомьтесь. Вы отыскали мне работника? Прекрасно, позвольте мне побеседовать с ним и зайдите через часик за своим гонораром. Хорошо, я буду у вас через один час. Нифига я не буду через час, потому что у меня сейчас ждет другая миссия. Складской работник. Работник доставлен купцу, следует зайти за свои награды через час, пока мой заказчик побеседует с найденным кандидатом и определит степень его профессионализма. Я забыл, во сколько у меня начинается старый Томас хочет пива, по-моему, да, у меня. Я не понял, родина и драгоценность. А где, а где мой квест-то, блин? Я думаю, пора все-таки уже на баркасе покататься. Ой, пора уже, пора. Время как раз уже поджимает, без пяти. я эту миссию однажды задолбался проходить. квест. Блин, какой миссию? Тук-тук-тук-тук. Квест. Данный квест заколебался проходить лишь из-за того, что то ветер дует мне никуда надо и не в то место, и не в то место, то, блин, я пароль этот дебильный забуду. Но ничего, ребят, я записал пароль, поэтому сто раз одной тоже проходить я не собираюсь. И вообще, если честно, я сейчас прохожу эту миссию второй раз. я немного серии раздробил и вместо того, чтобы нажать кнопку запись, я промахнулся и почти полчаса писал бесполезную дичь, которая еще и нигде не сохранилась. Ребята, я не понял, а почему 19 часов, а записи в журнале нет? А вот это, походу, называется... А, вот она запись. Я хотел сказать, это баг игры. Баркас находится у пирса, можно отправляться в путь. Да я знаю, знаю. Я, в общем, делаю контрольный сейф F6. Я думаю, это нам пригодится. Знаешь, если ветер будет не такой, какой нам нужен, мы просто перезагрузимся. А, походу, ветер шепчет нам взаимностью. Только не знаю, в чем именно взаимность. Мне насрать на этот ветер, мне главное, чтобы он был попутный. Так что, может, ему тоже насрать на меня? Ладно. Кстати, вот это, вот это наш остров. Я думаю, все, конечно, догадались. Я капитан очевидность. Форд. Блин, я хочу эту одеть. Как она там? Гляделку, гляделку, дешевая труба. Вот он. Бастион. 92 пушки. Расстояние. Ну, я уплываю прилично. Скорость 2,3 узла. Блин, а я парус, ты не весь. А, рифы. Чуть в рифы не ударился. Ладно, вот так попробую. Тихо, все, всем. Я форт разглядываю. Так, ну, это не форт. Так, я на чем ставился? 92 пушки. Расстояние 500 миль или там метров. Хрен его знает. Бернар Ланвен. Владлин, блин. Это остров, куда мы уплыли. Не, ну, блин. Горы. Горы, леса красивые. Обожаю горы и леса, потому что мой, наверное, любимый рельеф местности. Так, пока я вот тут трендил, мы уже, походу, уплыли не туда, куда нам надо. Скорость игры 6, потому что с обычной скоростью вы все уснете, вы не будете это смотреть. Сразу говорю, почему прихожу этот квест полностью, без всяких обрезок, вырезок и прочей всякой лабуды, так как я когда-то начинал все-таки играть, играть в эту игру, и мне было непонятно, куда же баркас этот направлять, либо влево, либо вправо. А плыть, извините меня, если на обычной скорости, да охренеешь плыть, вот, допустим, вот смотрите, вот это стандартная скорость, вот полностью. Плюс, если нажать клавишу R, по-моему, ускорение в два раза, но мне ничего не дает. Мне сегодня повезло, у меня есть правая раскладка клавиатуры, ну как клавиатуры, я на ноутбуке, а не на обычном ПК, так что сильно не удивляйтесь моей простоте. В общем, нажимая на плюс, я правый, на правый плюс, плюс шесть, нормально, по крайней мере, ждать так долго не нужно. Блин, надо плыть все-таки по стрелочке, иначе я заколебусь потом плыть. Подальше, подальше от острова надо уплывать, подальше. Мне главный скорость, скорость превыше всего. Два и три узла в принципе терпимо. Так, надо повернуть, а то сейчас уплывем маленько не туда. Так, поворачиваем на два и шесть узла, два и семь, два и семь, а мы назад плывем. Взять небольшой градус, ну нифига себе до узла, до узла это мало. Так, вот он вид, на палубе, кстати, забыл показать, но я говорю, второй раз переписываю, из-за того, что я пальцем ткнул не туда, куда надо. Бочки, а вот не эти ли бочки мы везем? Вот они, лиса. Пальмы. На лиса больше похоже, конечно. Издали, 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 ребят. Плывем со скоростью два узла, плывем изюгезягами. Кстати, форт. Блин, я не вижу форт. Вот его, видно. 1200 метров. Ничего так, ну, либо километров. Не надо, не надо обращать внимание на вот это. Главное, что 1300. А чего? А хрен его знает. 1300 условных единиц. УЕ. Я помню, раньше реклама была по телевизору. Магазин на диване или диван на магазине, да хрен его поймешь. Данный товар стоит 20 УЕ. Что за УЕ? Хочется другое слово сказать, врифу подходящее. А это, кажется, условных единиц. А условные единицы это были баксы. Телефоны когда-то были долларовые тарифы. Да, сейчас, походу, мне кто-то напишет в комментах, чувак, а ты, походу, old. И этим все сказано. Ладно, медленно переходим с этой темой от всякой хрени. Я приближаюсь к берегу. Да не потому что приплыл, потому что мне зюгизаги надо покруче делать. Так, я не понял. 12 часов, а я еще до угла не доплыл, что ли? Ладно. Корабли, медикаменты. Да идите вы нафиг со своими медикаментами достали уже. Нифига себе три узла. Что, у меня вот так плыть, что ли? Я не понял. Ладно, отплывем подальше. Может быть, может быть, большой угол будет из-за того, что я далеко уплыву. Блин, а кто его знает? Надо проверить. Тот, кто не проверяет, тот ни хрена ничего не знает. В принципе, как я. Ладно, вот она, темнота. Нам надо до пяти или до шести утра, кстати, вот это все провернуть. Время так себе фигня. Походу, придется загружаться. Походу, реально придется загружаться. так, чуть-чуть подбисли, это бывает. Два узла. Блин, пора менять направление. Чуть-чуть беру градус, чуть-чуть совсем. Блин, почему два узла-то? 2,5, 2,6 надо. Слишком далеко заплывать тоже как бы не олег, потому что можно и не доплыть до острова. вот так. Блин, мне вот, конечно, бы взять угол. Вот-вот, мне вообще по идее туда, пожалуйста, тащите меня. А видите, скорость падает, 0,3 узла. Я с этой скоростью до завтра-то не доплыву. Поэтому придется плыть 2,2. Да, конечно, маленько не по-нормальному плывем, но по-другому это сделать абсолютно сложно. Абсолютно. Блин, эти мигающие ядра уже, блин, это достали. в глазах аж ебит. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Лодка, 5 человек, 5 членов экипажа. Большой экипаж, однако, я же скажу. Поворачиваем. Следующий зигзаг. Так, 2,6, 2,5. Вроде нормально. Блин, мне кажется, мне кажется, я угол беру маленький. Очень маленький угол. Полтора узла. Блин, ребят, время уже 3 доходит, а я еще до туда не доплыл. Мне вот этот перешейк надо перегнуть. Тогда будет какой-то вообще смысл. Где он там? Надо дойти. Вот он. Мне надо за него доплыть. Успею я. Навряд ли. Давайте покруче корабль заводим. Ну-ка, по стрелке почти 3 узла. Почти 3 узла. Ну, нормально, нормально. Чуть-чуть отклонимся. 2,5. 2,5 сам то. Из-за длинного расстояния меня перебросит чуть дальше. В итоге это будет мое продвижение. Блин, ну, быстрее плыви ты, моя, блин. Ненавижу вот эту миссию, потому что ветер, блин. Да и скорость нягти. Скоро буду опять разворачивать свою шлюпку. Шлюпка, лоханка, я не знаю, как ее еще по-другому назвать, но это ненормально. Блин, вы видели эту скорость? Я вообще плыву в противоположном блин направлении. Не нафиг, к берегу и только к берегу. Полтора, полтора узла, но полтора узла это очень мало. Это катастрофически мало. Че-то сдается мне, что я не доплыву до положенного времени. А во всем виноват кто? ветер. Больше никто не виноват. Только ветер. Че у нас там получается? 12 минут. 12 минут бесполезного плавания в океане. Норма, да? Норма. поворачиваем в свой суденышко. Покруче надо брать угол. Блин, я не слишком круто-то уплываю. Ну-ка попробую на узел. По крайней мере я буду подальше уходить. Вроде мы идем. Блин, 6 утра. Ну все, короче, я просрал миссию по-любому. 0,5. Ну, блин, это вообще ненормально. 0,5. Че, как медленно плавают-то? 6 вроде ускорения. 1,3. Не, ну это просто издевательство. Невозможно при таком ветре доплыть. Там еще до угла, я не знаю, километров, наверное. Так, а если так вот? Чувак, дай нормально доплыть. Полтора узла. Полтора. как так-то, елки-палки. Хорошо, буду плыть медленнее, но надо главное вытянуть до угла. Хотя, вы видели время? Сейчас призрак свалит. Так, 1,2 узла, ну, вроде нормально. Вроде нормально. так, а у меня километры покажут до скалы, нет? Ага, хрен там, это только до физической цели показываются. Здесь что, видишь, что я захотел, да? Какую-то закаточную машинку мне пора купить. Заметьте, я сам это сказал, а не кто-то мне предложил в комментариях. блин, я доплыву нет до того на сегодня, я не пойму. Долго, нудно, противно, некрасиво. Так, 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 ну, блин, утро начинается. Так, а если подальше, подальше отплывем? Блин, ладно, надо вот так вот заворачивать. Заворачиваем. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Не, ребят, вы, конечно, меня извиняйте, но если вдруг я сейчас не выполню эту миссию и не дойду дотуда, докуда вообще как бы надо дойти, я просто обрежу, потому что я не хочу вас мучить. Зачем вам лишний раз мои видео мотать? Смотреть, так смотреть нормально. Да и мне постоянно одно и то же рассказывать, зачем это надо. Не зачем, правильно, не зачем. Хорошо, все, я по ветру плыву. Блин, вот эту хрень обогнуть надо, причем срочно, причем срочно, присрочно обгибаем, обгибаем два узла, два узла. Слишком далеко уплываю. Блин, где этот, вот за этой скалой пляж Ламонтен, я больше уверен. А нам надо к пляжу Ламонтен. Ну, давай, давай, плыви, плыви. О, все, стоп, отключаем ускорение, встаем на кол, ну, не на кол, в смысле, а на яг. Ну, уж извините, эмоции, эмоции, так сказать. Корабль-призрак. Блин, не то нажал. Где он? Призрак. Он реально как призрак. Ай, дайте, поглядим, кто вообще за корабль. Десять пушек. Это люгер. Так, у нас, по-моему, тоже люгер будет. То есть, три палубы, французский флаг. Ладно, хорош базарить, надо быстренько выслать шлюпку. И моя любимая фраза в этой игре. Не знаю, всегда наприкалывала. Ну, чё, я переиграл, в общем, этот квест. Прекрасное судно, не правда ли? Ну, чё, ребят, в общем, я прошёл этот квест, я его переделал, я доплыл сюда кое-как, хотя прибыл намного раньше, чем обычного. Ну, не знаю, ветер, ветер такой попался. Ну, что-то такое, приятель. Так, старый Томас заждался пиво. Пишем. Старый Томас большой. Не знаю, ну, там было так написано. Заждался пиво. Я, кстати, первый раз однажды, когда играл ещё давным-давно, я написал старый Томас зажрался пиво. И больше других слов мне рандомных не упадало, хотя их там несколько. Выпером, моряк! Приветствую на борту моего люгера. Ну, ты пришёл за товаром, как я понимаю. Да, а зачем же ещё? Ребята, грузи ящики на баркас! Прошёл час, Ром погружен на ваш баркас. Быстро не его погрузи. Прекрасное судно, не правда ли? Все ящики с Ромом на твоём баркасе. Порт Ле-Франсуа отсюда находится по направлению на юг. Поторопись, мне тоже пора поднимать якоря. Не будем терять время, джентльмены. Удачи! И тебе того же, приятель. Ага, джентльмены, да ещё удачи, ништяк. Ром, погружен на мой баркас, теперь в бухту Ле-Франсуа. Ну, естественно, куда же нам ещё? Только выход в море. До этого, когда у меня запись слетела, точнее, кнопку не нажал, я говорил, что я не знаю, в какую сторону плыть. Опять же, повторяюсь, ну, вот и не слышали глупо, что. Плыть надо, в общем, прямо сразу, как мы вот стартанули. Мы прибыли с той стороны, пойдём сюда, в принципе, по направлению ветра можно побыстрее направиться. Не знаю, просто вышел я из бухты, когда вот начал перезаписывать эту версию, версию прохождения, мне сразу свезло. Вот почему мне на запись вот эту я не поставил? Вот просто не поставил на запись и всё. Так. Ещё раз возьмём в бок. Не помню, как долго плыть здесь, но приплыл я не быстро, конечно, не быстро. Я помню, что от призрака на приличное расстояние я удалился, хотя от берега отплывать тоже далеко не надо. Плохая идея, конечно. Нет, я не к призраку обратно плыву. Я зигзаг выбираю, потому что так, а время-то ускорено. Фига себе, как ковышусь на волнах, хоть и с ускорением в шесть раз. Надо к берегу, к берегу поближе. Слишком далеко уплывать тоже как бы не резон. Вообще не резон. Ладно, хрен с ними. Поплыли так. Дальше берега не должен уйти в любом случае. Ух, солнышко-то какое. А, ну, рассвет, в принципе, да. Солнышко, Рассвет. Встречать его можно. Так, я не понял, почему опять у меня упала скорость? Может быть, надо это? Скорость мне говорит о том, что, чувак, к берегу плыви, к берегу 2,7, 2,6. В принципе, плыть к берегу намного быстрее, поэтому нефигу плывать в океан. А то реально сейчас до Гвадалупа доплывем и выполним квест с московитом. С московитом подеем. Я про него. О, плывем, как долго плыть-то, господи. А Шарль сюда, сколько, 5 недель? Ух ты, ух ты, ух ты, я думал, сейчас я в эту врежусь. Ускорение опять выключил. Ладно, бывает, что. Так, а вот сейчас в ту сторону нормально поплыву. О, вот, 2,1, 2,2. То есть, игра мне сама подсказывает, нехрен плыть в океан. Плохая эта идея. 2,4, 2,3, ну, в принципе, нормально скорость. Сейчас чуть-чуть градус выберу, чтобы вперед все-таки мне продвигаться. За счет градуса только и вперед. Правда, снижается скорость, но жертвую скоростью я добираю себе расстояние. Блин, сколько мы там уже плаваем по времени, я уже офигеваю. Ну, да, в принципе, вы-то смотрели одну миссию с прохождением корабля, а я уже два раза не поверил. Поэтому мне маленько че-то как-то уже не о том и о сём. опять ближе к берегу берем. Ближе к берегу два узла. Я не понял, че-то долго я плыву? Призрак вообще там почти скрылся за горизонтом. А, мне походу вон, блин, как бы показать, вон до того угла надо плыть. До того угла. Плыть недолго. только из-за плыть в принципе недолго только тогда, когда ветер попутный. У нас ветер вообще какой-то кривой, непонятный. Я заместо того, чтобы плыть вперёд, я плыву куда-то вбок. Ну вот, я вбок абсолютно плыву. Вот, мне надо туда, я плыву туда. Ну, блин, иначе никак. А, всё, поймал ветер. Три узла. Может, сейчас побыстрее поплыву. слишком далеко от берега тоже невыгодно плавать. Вот так вот. Ну, да, нормально. Один узел вообще великолепно. Три узла, 2,8, 2,9. Ну, 2,9 примерно держим кубик. Нет, такими темпами я наверное сутки плавать буду, блин. Всегда так. Ветер не в ту сторону дует тогда, когда мне надо. когда я запись не включаю, ветер дует как нужно. Мне скоро уже не поверят люди, скажут читер. 2, 2,4. Ну, нормально, блин, угол, 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 2. Ну, вот, два узла поддерживать буду. 2,3, 2, 1, 9. Сижу, просто ловлю скорость в узлах, ловлю, ловлю. Ну, а что сейчас остаётся делать? Так, вот, вот за вот этой грядой, по-моему, Ле Франсуа находится. Чуть-чуть ещё осталось, совсем чуть-чуть, но ничего, потерпим, потерпим. Знаешь, что, кому не терпится, вон, туалет там. А мы, а мы подождём, обязательно. Ну, сколько ещё плыть-то, господи. Ладно, беру по направлению. Я нетерпеливый человек. По-моему, Ле Франсуа вон там, а я слишком далеко уже уплываю. Надо к берегу брать. К берегу брать, по направлению ветра. Небольшой градус для продвижения. Блин, а фигня я болтаюсь в воде. Вот же Ле Франсуа. Чё я тут плютаю? Просто тупо. Ребят, я, короче, просто тупо болтался там. Хотя, надо было отплыть всего лишь пару метров, и Ле Франсуа был бы уже вот здесь. А я плыву, плыву, жду, как даже, блин, якорь появится, блин. Вот он. Якорь, блин. Якорь мне в корму так называют. Чё за чело? Что-то я тебе не припоминаю. Я твою рожу тоже не знал. Мы уже заждались вас, месье. Как всё прошло? Ящики у вас? Всё прошло просто замечательно. Ящики с Ромом на баркасе. Отлично. Теперь это наша забота. А вы отправляетесь в Сен-Пьер, в таверну, за расчётом. Всего доброго, джентльмены. Да. Может, вас убить, а? Огнати. Огнати. Э, ты куда пропал? Нормально. Я тут его убить хотел. Денюжки отобрать. Он пропал. Вот после этого ещё, говорят, люди полтергейста не существуют. Не верьте. Не верьте никому. Так, по-быстрому. В Ле Франсуа, в пиратском поселении, меня ничего не удерживает. Поэтому идём в город к бармену получить своё вот это вознаграждение. И позже я расскажу, что дальше будем делать. Мне нужно забрать своё вознаграждение и надо брать новый квест. Так уже не в тавер, неправда. Прекрасная еда, отменные напитки и уютная постель. К вашим что... Что вам угодно, месье? Э, так, надеюсь, ты сможешь ответить мне на пару вопросов. Какие вопросы? Я выполнил ваши задания. Барка с Ромом доставлен с бухту Ле Франсуа и передан вашим людям. Замечательно! Я знал, что на вас можно положиться. Это было трудно? Ну, это как посмотреть. Вот ваша награда. Пять тысяч. Подзорную трубу оставьте себе. И ещё маленький презент. Возьмите эти три бутылки Рома. После того, как вы его попробуете, вы сразу поймёте, почему на него такой спрос. Спасибо! Было приятно с вами поработать. До встречи! Добавлено пять тысяч песса. Новая запись в судовом журнале. Блин, не то нажал опять. А, новая запись, что мы квест прошли. Бармен рассчитался согласно договора. Заплатил мне пять тысяч песса. Кроме того, он оставил мне в подарок подзорную трубу и презентовал три бутылки Рома. Я, кажется, понял, для чего он три бутылки Рома презентовал. Чтоб я его постоянным клиентом стал. Нет, чувак, я бухать не буду. У меня есть время выполнить еще один квест. Он такой интересненький. Может, не интересненький кому-то показаться. На вкус цвет товарищей нет. Ладно, хрен с ним. Мы пойдем к солдату в форт. Мы ему будем продавать вино. Рому уже продали контрабанды, осталось вино. Так, иду в форт. Записываю, обрезать не буду, лишь только потому, что не все смотрят меня с первой серии. Не все. Это когда я бежал, тут мечи и всякую фигню, денежки. Какие мечи, в принципе? Так и буду говорить, что вот эту волонскую шпагу свою ныкал в начале игры и деньги. я не вырезал запись. Вы-то, может быть, смотрели и запомнили. А может, кто-то просто щелкнул, нужно узнать прохождение этого корабля, который проходил и нечаянно залиплен вот этой миссии. Я думаю, им будет интересно посмотреть, куда я бегу, где я беру квест, форт. Хотя, я почему-то уверен больше всего, что половина из вас в эту игру уже вдоль поперек пролезли. Ну, не знаю. Почему-то подсказывает мне шестое чувство именно так. Так, в общем, короче, солдат этот вон. Охрана города серьезная задача. Эй, дружище, не откажешь мне маленькую услугу, но смотри, о чем просишь. Понимаешь, я очень-очень хочу вина, но не знаю, но не это пойло, в общем, местного разлива из гнилых фруктов. По два песа забарали. А бутылочку настоящего европейского вина его можно достать в городе у торговцев. Оно стоит недешево, но я заплачу сполна и добавлю три сотни песа сверх того. Принесешь? А чего сам сходить не можешь? Закончится смена, иди покупай, и не надо переплачивать. В чем подвох-то? Никакого подвоха нет, просто я не могу отлучиться из форта в город. Служба, понимаешь ли? А увольнение еще не скоро. Кроме того, наш командир строжайший запрещает употреблять спиртное в форте. Черт бы его побрал. Ну так что, привезешь солдату? А почему бы и нет? Принесу тебе твое вино, время свободное у меня есть. Шарль, не ври, у нас еще до хрена квестов не пройденных. Вот и замечательно, спасибо тебе. Сегодня в карауле я буду, так что лучше приходи завтра, найдешь меня на самой верхней площадке форта, там незаметно передашь бутылочку. Хорошо, жди, завтра навещу тебя. Взят квест там с бутылками вина, как он называется, не помню, дефицитный товар. Совсем солдаты распустились, уже заказывают вино у случайных прохожих. Купить бутылочку для бедолаги и изнывающего на жаре или лучше мне командиру должен быть в инсценденте. То есть Шарль может пойти, там командир у них внизу сидит по-моему на самом нижнем этаже. Мы позже по другим квестам с ним встретимся. Ну, не в этом городе, правда. В общем, стучу командиру на этого солдата, либо есть шанс забанчить немного денежек. Но мы, естественно, пока принесем ему бутылочку. Итак, встретимся в городе. Забегая немного вперед, хочу заметить, что сейчас время 13.20, то есть второй час, в 11.00 ночи ну, если уж говорить по-нормальному в 23.00, нам надо девчонку дворянину-то все-таки уже сопровадить, которую мы убрали в борделе. мы пока плавали на своем кораблике, мы просрали время, короче, но квест, квест остался. Поэтому время перенеслось на следующий день. Мы же день не уточняли, когда я просто сказал, зайду за ним в 11.00. Спешите! Только сегодня два товара по цене одного. Скажи, у тебя можно приобрести бутылочку хорошего европейского вина. Есть 700 песо за бутылку. Отлично! Давай ее сюда. Пожалуйста, получите. Благодарствую. Так, бежим срочно, бежим, сломя голову, в форт. А, стоп, подожди, какой форт? Он же сказал, сегодня в карауле, а завтра он будет. Ладно, позже. Позже. Так, на всякий. Че-то я подзавис, конечно, но предлагаю взять следующий квест. Здесь еще один есть квестик, там связанные с какими-то тузенцами, надо будет в пещере их резать. В общем, обо всем понемногу. Обо всем по порядку. Итак, мы в портовом управлении, я, конечно, суть портового управления пока еще не знаю, точнее, пока еще не помню, потому что когда-то я играл в это, но тут потом позже можно тоже всякие задания брать у этих чуваков. Сопровождать судно, по-моему, у торговца это тоже что-то дает. Ну, ладно, не важно, нам нужен квест. Я вас внимательно слушаю. У меня к вам одно дело. Что вам угодно, месье? Сударь, я ищу работу, но не портового грузчика. А что более достойного моего положения, поручения, услуга, помощь в деликатном вопросе, возьмусь за любое дело. Помощь? Хм, у меня, слава богу, все хорошо, но вот одному моему хорошему другу действительно требуется помощь, причем срочно. Он собирается в одиночку идти в джунгли и воевать с индейцами. Абсолютно это безрассудство. Я пытался отговорить его, упрашивал. Он уперся и ни в какую. Он так переживает за свою дочь, что готов пожертвовать всем ради нее, ради короче, даже своей жизнью. Послушайте, я что-то ничего не понимаю. Давайте по порядку, кто ваш друг, где его найти и чем именно ему нужно помочь. Ах, простите, я очень взволнован. Проспер, он ведь идет на верную смерть, а я ничем не могу ему помочь. Я ведь не солдат. Как его зовут? А его имя Проспер Трубаль. У него пропала дочь, и он считает, что к этому приложили руку краснокожие дикари. И он решил, представляете, самостоятельно расправиться с какой-то шайкой индейцев. Они же порубят его на куски. Он сейчас покупает мушкет и боеприпасы, чтобы отправиться в сельбу. Ох, как же тяжело с вами. Где мне найти вашего друга? Как его там, Проспера? Я только что с ним разговаривал, полтался отговорить от этого безумия. Он сейчас недалеко от нашего управления, у колодца. Это налево от выхода. Идите к нему и делайте что-нибудь. Если он пойдет в джунгли один, то назад уже не вернется. Я в этом уверен. краснокожие дьяволы сдерут с него все довольно при читании. Я немедленно иду к вашему другу. Надеюсь, я смогу ему чем-нибудь помочь. Журнальчик, сразу журнальчик читаем. В портовом управлении я узнал, что человеку по имени Проспер Трубаль требуется помощь, причем немедленно. Поспешу найти его. Как мне было сказано, он должен быть у колодца недалеко от городских ворот. Да знаю я, где он сейчас будет. Я помню. Левом? Мальчики налево, девочки направо. Жик, ты что? Одумайся. Не бей, солдат. Они тебя завалят. Я пробовал уже. Что вы хотите, месье? У меня совершенно нет времени на разговоры, так что давайте быстрее. Вы Проспер Трубаль, так? Да, это я. Но вот вы совершенно мы с вами в общем не знакомы. Потрудитесь сообщить, кто вы такой и что вам от меня нужно. Мое имя Шарль Де Мор. Меня прислал Жильбер Д.О.Б., начальник порта. Он сказал, вам нужно, он сказал, вам срочно требуется помощь. Разрази меня гром, если это так. этот негодяй комендант даже не выслушал меня до конца. Ему лень оторвать свой зад от стула и отдать приказ своим тупым солдафонам. Вы действительно пришли, чтобы мне помочь? Если это так, то в долгу не останусь. Проспер, я действительно пришел, чтобы помочь. Расскажите по порядку, что произошло и что надо сделать. Мне сказали, что у вас пропала дочь. Да, моя дочь Селина пропала два дня назад. Ей нужно было дойти всего лишь до форта. Это буквально в двух шагах. К обеду она не вернулась. К вечеру тоже я отправился в форт и там мне сказали, что даже она не приходила туда. А вот теперь начинается самое интересное. На обратном пути на меня напали два размалеванных индейца. Они сидели за расклеху тропы. В засаде они выскочили как чертики из табакерки и попытались оглушить меня своими дубинами. Но не тут-то было. Я успел врезать кулаком одному мерзавцу прямо в раскрашенную рожу, отскочить, достать пистолет и выстрелить. Я промахнулся, но выстрел... Я промахнулся, но выстрел напугал их и я сумел добежать до городских ворот и сообщить стражи. Солдаты тут же пробежали в джунгли, но краснокожих и след простыл. Я уверен, исчезновение Селина их рук дело. Кроме того, за последнюю неделю пропали бесследно еще два человека. Сезар Бланше и Жильбер Курси. Один собирался в бухту, а второй на Франсуа. Ни один не вернулся. То есть индейцы нападают на горожан прямо у городских ворот? Невероятно! Я немедленно вооружился и отправился на разведку. И это дало определенные результаты. К северу от города есть небольшая пещера. Так вот, негодяи засели именно там. Я насчитал несколько индейцев у входа в пещеру. Кроме того, еще какая-то часть находится внутри. Пока я рассматривал мерзавцев, притаивших зарослях, я услышал из глубин пещеры женский крик. Это была Селина. Я узнал ее голос. Я с трудом сдержался, чтобы не напасть на негодяев немедленно. Силы не равны, а моя смерть Селину бы не спасла. Чувак, а то, что ты сейчас пойдешь один с ружьем, ты думаешь, твоя смерть ее спасет, что ли? Не пойму. Логика где? Но зачем они нападают и похищают горожан? Я не дикари. Они что, людоеды? Вздор то какой. Хотя где-то я уже это слышал. Вздор? Ну некоторые так тоже считали, пока карибы их не поджарили на костре. Так вот, я немедленно обратился к коменданту с просьбой организовать карательную экспедицию. Так что вы думаете? Он отказал, заявил, что девушка пропадет, то нужно подозревать не индейцев, а городских парней и посоветовал поискать ее ухажеров. Что да еще двух пропавших, так один мол подозревается связи с контрабандистами, а второй вполне возможно пьянствует в таверне за Франсуа. В общем, я ничего не добился и решил действовать сам. Что вы намерены предпринять? Отправляю в джунгли к пещере, перебью всю эту пакость. Надеюсь, Селина еще жива. Как видите, я купил мушкет, очень убойная штука, а стрелять еще не разучился. Я выложил за него кучу денег, но мне плевать на это. Если вы пойдете со мной, то моя задача немного упроститься. Вдвоем мы без труда положим эту краснокожую мразь. Главное, чтобы они не напали сзади, пока я буду перезаряжать мушкет. Вы пойдете со мной спасать мою дочь. Конечно, это дело чести, разве можно допустить, чтобы девушка погибла под ножом дикарей? Я рад, что в этом городе нашелся хоть один разумный и храбрый человек. Вот, возьмите эти три пузырька и это лечебное зелье. Я купил его у нашего травника. Оно может здорово пригодиться вам в бою. А как же вы? Не волнуйтесь, у меня есть еще. Вы готовы? Да, не будем терять времени. Оно, не знаю, сколько мне удастся на этом заработать и удаст ли вообще, но отказать человеку, дочери которого угрожает смертельная опасность, я не мог. Отправляюсь с Проспером Трубалем в джунгли на ликвидацию банды индейцев, похищивших горожан Сент-Пьера. Ну, да, Шарль, конечно, геройствовать надо. Как я помню, надо идти по развязке влево, идем прямо и потом направо вот это. То есть, как мы шли в Ле-Франсуа, именно по этой дорожечке. Ле-Франсуа лево, а мы пойдем направо, по-моему, пещера должна быть там. Проверим. Возвращаемся назад походу я дороги перепутал. И причем перепутал я их кардинально. Надо что за... По-моему, я иду правильно. И право как раз на вот этой развязке, а не на предыдущей. Сейчас увидим, что будет. Да, точно, здесь. Ваша помощь будет весьма кстати. Мы уже почти на месте, Шарль. За этим поворотом вход в пещеру. Теперь я хочу рассказать свой план, как мы будем действовать. Слушай вас внимательно, Проспер. Я стреляю без промаха, но для точного попадания мне нужно хорошо прицелиться. Если мне придется вступить в рукопашную схватку, о стольбе можно забыть, я смогу только отбиваться стволом и прикладом. Поэтому очень много будет зависеть от вашего мужества и вашей ловкости. вам нужно будет отвлечь внимание всех врагов на себя, чтобы я смог спокойно стрелять. Поскольку бегать мне меткости не способствует, я буду стоять на месте. Там у входа в пещеру три мерзавца, вам нужно будет сразу же броситься на них с обнаженным клинком. Врежьте кому-нибудь из них, чтобы они за вами погнались. Встаньте так, чтобы преградить дорогу ко мне, убегайте в сторону, отводите их подальше от меня. Если они все устремятся за вами, я расстреляю по одному, как куропаток. Но если эти твари набросятся на меня, то дела наши падут, не важно. Не испугались? Мне не впервые держать клинок в руке, так что насчет этого не беспокойтесь. Тогда в бою, вступайте первым, я за вами. Помните, вы должны не пропустить их ко мне на близкое расстояние. Я помню, сделаю для вас все возможное. Вперед! Понеслась моча по трубам. На тебе, блин. Я говорю, со ствола почти половину. Опа. На тебе. Я пока извиняюсь, что молчу, я сконцентрировался я маленько забыл тактику ведения фехтования. Это шарик выпендривается, что он все знает. Я тоже немного все подзабыл. Давай, 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 нападай на меня. Да, сейчас вы скажете, фигляк Проспер упустил. Да Проспер не пропадет, там один индейец, он ему ничего не делает. Так, у этого индейца закончилась энергия, мне это на руку. Опа. Блин. Ну чё, и ствола тебе придется застреливать. Чувак, мне больше ничего делать. Я же говорил, что патроны нужны в первой части игры. Они прямо на меня пошел. Всё, убил. Норм. Проспер ты где? А, ты всё тоже завалил? Так, чё есть у этих индейцев? Надо быстренько их... Оп. Нет, 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 нет. Блин, нет, 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 не туда, не туда. Ах, надо пшмонать тела. Может, что найдём? Нет, ну... Вообще, в этой игре, как я заметил, надо всё, всё, всё кругом собирать, потому что какие-то ништячки, у меня почти 7 тысяч, можно и найти. Так, что здесь, обыск? Блин, ничего нет. прибавляю жизнь одним флакончиком, который дал мне Проспер. Ваша помощь будет весьма кстати. Отлично сработали, Шарль. Эта кучка краснокожих мерзавцев уничтожена. Осталась самая главная пещера. Я не знаю, сколько их там, но полагаю, что трое-четверо. Теперь послушайте, каков будет наш план. Я бывал в этой пещере 5-10 лет назад. Так вот, от входа идет узкая каверна, ведущая в грот, разделенной стеной на две части, сращенными посередине. Негодяи, вероятно, засели в гроте. Действовать нужно так же, как и первый раз. Я остаюсь на месте у входа в пещеру, а вы немедленно бросаетесь в атаку. Не теряйте ни секунды, отвлекайте их внимание, не старайтесь одолеть всех. Главное, чтобы никто не побежал ко мне. Но вы можете встать в расселении между двумя частями грота. Она узкая, и они не смогут напасть на вас все сразу. А пока краснокожие будут с вами возиться, я легко перестреляю. Готовы? Конечно, вперед, покончим с этим гнездом. Назад! Ну, нормально, по мне дофига стрелять. Так, нате, отведай кому пистолетика. на тебе один раз и тебе. Так, этот все отошел в мир и ноль. На тебе один раз по роже и тебе. Блин, не успел уйти. У меня маленько подвисает картиночка, поэтому я не успеваю. На тебе еще один раз. Блин, проспер, ты почему промахиваешься это постоянно. На тебе тяжелым. На тебе блин, он блок поставил, зараза. Ну, на тебе. Сюда. Да, блин, я не успеваю уйти из-под удара. Тут фильм есть один, чтобы крутануться. Прощай. Так, 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 убегаем. Отсюда надо свалить. Срочно. Так, лечебное зелье. Так, так, так. Ну, что, мы с тобой, наверное, в дуэль-то разберемся, я считаю. Ага. Ну, ничего, я тебе блок пробью, вот так вот. Так, убегаем, убегаем. На тебе один раз. Пробивающий. В принципе, патроны тоже тратить попусту не надо. Я и так с ним справлюсь. Все, нормально. Обыск трупа сразу. Обыск трупа. А что, у них тут ничего нет, что ли? Так, девушка какая-то побежала. Это вот, походу, его дочь. Так, бежим в грот. Грот же это вроде. Сундучок. Что на сундучке? Плетка. Плетка. И что же вы тут делали, ребят? Плеточкой-то. Э, мужик, нормально, нет? Блин, пропустил диалог. Ах, плачет. Вы что, не представляете, какой ужас здесь творился? Эти, эти нелюди притащили нас сюда для того, чтобы убить и съесть. Здесь был Сезар Бланше. Они его... Они совершили какой-то жуткий ритуал, а затем... Я не могу это говорить. Я должна была быть следующей. Они собирались меня зарезать завтра. Успокойся, Селина, все кончено. Негодяи получили по заслугам. И более никому не причинят вреда. Здесь еще Жельбет Кюрси. Он там. Он до сих пор еще не пришел в себя. Поговорите с ним и давайте побыстрее уйдем отсюда. Хорошо, хорошо. Все, девочка, хватит плакать. Все хорошо. У тебя замечательный отец. Он никому не даст тебя в обиду. Идите наружу. Я сейчас выведу его с Жильберта и догоню вас. Новый запись в журнале. Блин, опять не на ту кнопку нашел. Мы с Проспером успешно уничтожили краснокожих негодяев, действительно оказавшись каннибалами. Надо вывезти из пещеры еще одного пленника и отправиться в город. А, это тот пьяница, который валялся здесь. О, чувак, ты что, протрезвел так быстро? Уже встал? Это место сущей. Господи, неужели все позади? Я даже не верю. Вы спасли меня, Селину. Если бы вы не пришли сюда, ее бы постигло завтра уже учащись несчастного Сезара. А через несколько дней тоже было бы уготовлено мне. Эти индейцы, они, что, действительно людоеды? А вы что, сомневались? Хотите, пройдитесь в зале их костра. Думаю, вы найдете что-нибудь от бедняги Сезара. Пару облоданных костей например. Брррр. Нет уж, увольте. Просто я совсем недавно из Европы. И даже не предполагал, что на нашей земле могут твориться такие мерзости. На Карибах происходит много того, о чем в вашей Европе даже слыхики слыхивали. Индийские колдуны, шаманы, тайные обряды. Поживите у нас подольше и не такого. Насмотритесь. Впрочем, простите меня, я так и не отблагодарил вас за свое спасение. Я до сих пор в шоке. Вы спасли моей жизни. Я намерен выразить вам глубокую признательность. За это не только словами и звонкой монетой. Проводите меня и Селину до города, и я смогу вам... В общем, короче, я вас смогу отблагодарить, которые ты заслуживаешь, месье. Хорошо, ступайте наружу, а я тут немного осмотрюсь. Так, скажи, полазишь везде, карман у всех ищешь. Так, вот костер. Будоед, блядь. Так, еще раз, обыск тела. Опа! Как ритуальный нож, амулетик. Нормально, противоядие, дурман, мачете. Ну, потом ее продадим. В принципе, не зря я к нему подошел. Все-таки, чуть-чуть шмота понабрали. Ваша помощь будет весьма кстати. Еще раз огромное спасибо, Шарль. Давайте теперь все вместе вернемся в город. Жизнь моей дочери бесценна. И никакими деньгами это не измерить. Но я все же хочу отблагодарить вас, подарив вам остатки своих сбережений. Как только мы придем в Сен-Пьер, я с радостью отдам вам их. И не вздумывайте отказываться. Не откажись, Проспьер, хотя и помогал вам вовсе не ради денег. Вы благородный человек, Шарль. А теперь давайте не будем здесь задерживаться, и отправимся домой. Да что ты гонишь, Шарль? Гонит он. Ему корабль надо купить срочно на верфи. Вот пришли в город. Кто со мной будет говорить первый? Ага, Трубаль. Ваша помощь будет весьма кстати. Вот и мы пришли, Шарль. Я еще раз благодарю вас за помощь. И присоединяю к словам вот эту скромную сумму. В Песа. Мешочек золотых дублонов. Это немного за такую слугу, но зато от чистого сердца. Также возьмите вот этот амолед. Он увеличит силу удара вашего оружия. Спасибо. Прощайте, Проспьер. Желаю вам и вашей милой дочке счастья. Ей бы муж такого, как вы. А то бегают тут всякие... Тонконогие хлыщи. А как беда пришла, тут все исчезли куда-то. Эх, ладно, удачи, Шарль. Ваша репутация взмелась до невестных автолюбивиц. Позвольте еще раз выразить вам свою глубокую благодарность за спасение, месье. Как и обещал, присоединяюсь к словесной благодарности. Благодарность материальную. В серебряных Песах и золотых дублонах. Я рад, что все закончилось хорошо, Жильберт. А я-то как этому рад. А вы не представляете, спасибо еще раз. Позвольте откланяться, месье. Удачи, Жильберт. Что же нам там журнальчик нацарапал? А, он нацарапал, что каннибалок вы закончил. Все благополучно закончилось. Ля-ля-ля-ля. Ну что. Как я уже сказал, время еще только пятый час. А нам осталось все-таки девочка повызовут выполнить квест. Пока еще рано. Ладно, ребят. Подвожу серию пока к концу. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, обязательно ставь лайки. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые мои видео. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.